Hi and welcome back to my channel, меня зовут Кирилл. В сегодняшнем видео я на вас научу фразе «пока я не забыл». То есть, когда вы рассказываете о чем-то, потом вам приходит в последний момент или не в последний момент какая-то мысль, и вы говорите «о, пока не забыл». Посмотрим на примеры использования, и я вам расскажу, как произносить это все в связной речи. Не отдельно, а именно в связной речи. Пользуясь случаем, хочу напомнить, у меня есть инстаграм kirils underscore english и телеграм kirils underscore english. Там вы найдете полезную информацию. Alright, как же сказать, пока не забыл? Попробуйте поставить это видео на паузу. По традиции напишите себе на бумаге, как бы вы это сказали. Если вы знаете, смотрите дальше или перематывайте до примеров. Если вы не знаете, попробуйте поразмышлять, как бы это вы выразили. Сделаю небольшую подсказку. Три слова у вас будет всего лишь в этом выражении. Три слова. Before I forget. И каждый раз, когда вы что-то будете вспоминать, и вам нужно будет это соединить в рассказ связанный, говорите before I forget. Очень часто это все предшествует этому, вернее, выражению. Предшествуют слова типа оу. Вы можете сказать I almost forgot. Почти забыл, но сейчас вот вспомнил. Мы эту фразу рассматривать не будем, она тоже имеет место, вы понимаете. Сегодня мы конкретно остановимся на фразе before I forget. Обратите внимание, что в русском языке мы используем прошедшее время, окончание суффикса оу, пока не забыл. В английском языке у нас настоящее время. Это очень важно, чтобы не допускать ошибок. Окей. Как это все произносится? Обратимся к слову before. Помните, что в английском языке в слове как минимум есть один ударный слог и есть безударный слог. Все, что безударное, это называется звуком шва. Звук шва, он похож на звук, когда вам, если подых дать, вы так скажете Э. Это вот такой краткий звук А, не до А. Э. Э. Артикль Эй произносится в связной речи через звук шва Э. Помните, в школе многих, наверное, учили говорить его Э. И мне многие пишут даже в комментариях, Кирилл, почему, откуда там Э? Потому что, когда я объясняю какую-то тему, я утрированно говорю Э. А-бок, например, не Э-бок, да, потому что там нет такого звука. Отсюда растут ноги, потому что это утрированность звук шва. Так вот, звук шва это звук Э. В первом слоге Б мы будем говорить Б. Б. То есть, не БА, здесь есть тонкая грань между звуком А и звуком Э. Б. То есть, вы говорите, по сути, один звук Б. И дальше ударный слог ПОР. ПОР. Если вы американский английский практикуете, то необходимо вам говорить звук Р отчетливо на конце. Если у вас, как говорит моя знакомая, Роял Бритиш Инглиш, то там работают свои правила. Я этим диалектом не владею. Так же, как и австралийским и так далее. Поэтому. ПОР. БОР. В свое время я говорил не совсем верно. Я использовал русский звук И. Я говорил БИФОР. После того, как я переехал в США, послушал, как люди здесь говорят, оказалось, что не совсем так. Особенно, если вы замедлите какое-нибудь видео, или когда люди хотят вам очень медленно произнести какое-то слово, вы отчетливо можете услышать этот звук Б. БОР. 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 Дальше идет слово I. Смотрите, гласный звук. Что мы знаем про правила, когда согласный звук встречается с гласным звуком? Правильно. Это когда Хэрри, Мэтт, Сэлли. Они сливаются воедино. Рай получается. Получается у вас такая рожь своего рода. И после И вы переходите сразу в звук Ф. Но слово ФОРГЕТ пишется через ФОР. Правильно? Мы звук О убираем. У вас будет два звука Ф и Р. ФОРГЕТ. ФОРГЕТ. Там не то, что шва, там вообще звук убирается, как правило. ФОРГЕТ. Если вы так будете говорить, вам будет проще. Намного, если вы будете каждый звук пытаться произнести. Во-первых, это время занимает. Во-вторых, теряется ритм. Вы знаете ритмичный английский язык. Вам нужно еще в интонацию попасть, поэтому вам же проще. ФОРГЕТ. 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 Okay. Надеюсь, с произношением все понятно. Теперь давайте обратимся к примерам. okay let's take a look at the example sentences i pulled them up from corpus of contemporary american english these are all from the spoken section of it meaning that i did not find them in the books i did not find them on blogs these are all from spoken sections so people actually utter them so the first example is oh before i forget frozen maxi pad soaked in comfrey extract my own personal recipe вводится новое предложение словами before i forget пока не забыл frozen maxi pad maxi pad чтоб вы понимали это прокладки большого размера frozen это можно в морозилку положить так чтоб хрустело наверное смоченный предварительно в каком-то экстракте я не знаю что такое comfrey кому интересно можете в интернете посмотреть this is not the topic of our conversation это мой личный какой-то рецепт но видимо там будет комфортно чтобы было below the belt you know ladies второй пример oh before i forget for your headaches the herbal is at two pinches into a glass of water опять же вводим новое предложение вы в процессе беседы вспомнили там что-то ой-ой-ой пока пока не забыл пока я помню для твоих головных болей в общем лекарь herbalist herbal знаете herbal можно произвести herbal herbal можно эти вообще убрать если хотите herbalist травка да вот это арб был человек который там с травмами работает в общем лекарь можно задеть травянист какой-нибудь сами подумайте как вам больше нравится в общем он сказал что нужно to pinches pinch это щепотка вообще щипать кого-то гуси вас за жопу щипнул например тупенчес две щепотки начнут добавить в стакан воды ну и третий пример ау-ау-ау before i forgot you lost the credit card you lunatic not me пока я не забыл я тебе хочу напомнить я ты потерял кредитную карточку не я поэтому это ты сумасшедший lunatic это не то что вы подумали это не когнат русскому слову lunatic lunatic means a person who is cuckoo who is crazy who is nuts помимо корпуса языкового вы можете обратиться к юглыш замечательный ресурс есть приложение там вы можете искать видео точно так же как и в десктопной версии alright на сегодня это все я желаю всем отличных выходных если у вас жарко stay cool если у вас холодно stay warm пока and i'll never forget he was and i'll never forget he was we forget about them we forget about them i also need to thank before i forget before i forget it's very important for the public um before i forget huge i need to ask nancy for that document before i forget same question to you before i forget okay before i forget